что мы сегодня мы сегодня я сюда мы сегодня расскажем здрасте гости нашего канала наши подписчики с вами алексей и мария сегодня наша тема или короткое видео будет о том как себе как себя здоровить а также предотвратить первые симптомы гриппа или вирусного некого и заболевания да и не только сегодня пойдет речь я как-то проводила вебинар и хочу вам показать на практике как мы это делаем или как это сделать домашних условиях начну с того что я заварила сено я проводила вебинар вот заваренная сена на эту кастрюлю 5 литров нужно четверть кастрюли наполнить сеном залить водой довести до кипения выключить и настоять получается такой желтый отвар очень такой янтарного цвета я очень люблю янтарь потому что поэтому сравнивалось янтарным цветом ноги такая такие желтые темно-желтые цвета запах отличный как парное молоко так и нам понадобится горчица горчица если кто-то проживает в германии есть русские магазины микс март вот небольшая реклама там продается горчица то есть горчичный порошок чтобы сделать такую ванну я немножко расскажу про горчичную ванну алексей примерно принимал уже такую ванну он тоже может поделиться своим опытом я немного расскажу действие это забытые забытое народное лечение которое я использую я использую постоянно и профилактические и для лечения и очень люблю горчичные ванны горчичные ванны они регенерируют ткани как бы смешно не казалось но с одной стороны горчица нагревает тело а с другой стороны она нормализует артериальное давление то есть конечно это на ваш риск и как вы об этом думаете но скажу что моя бабушка страдала повышенным артериальным давлением у нее было до 2 220 поднимались поднималось давление она тоже регулярно делала ванны из горчицы откуда это я и знаю ванна из горчицы полезно тем людям у которых артриты ломит кости полиартриты все ревматологические проблемы с суставами воспаление суставов подагра и так далее горчица нагревает кровь но кровь остается такой же температуры как и должна быть за температуру в нашем теле отвечает печень печень это печь она регулирует температуру поэтому всегда говорю что нужно чистить кровь и чистить печень то есть поддерживать печень как печку раньше поддерживали чтобы она горела постоянно равномерно также и печень печень отвечает за температуру нашего тела поэтому горчица она влияет в основном на выводе выводит шлаки и токсины из организма из организма регенерирует ткани открывает поры сама по себе горчица обеззараживает кровь дезинфицирует в горчице содержится очень много ценных витаминов она благоприятно влияет на нервную систему потому что богата эфирными маслами плюс витаминами группы b а витамины группы b они в основном отвечают за нервную систему то есть способствует восстановлению и снятию воспаления оболочки нервов скажем так также горчица омолаживает кожу те скажем те люди женщины мужчины в этом случае кто проводит некие такие курсы по делу диеты скажем так в различные методики это не важно но вот самое то что горчичные ванны они помогают быстро избавиться от шлаков потому что получается эффект сауны во вторых очень помогает при целлулитах и подходит для тех людей которые хотят похудеть потому что горчица проникая в поры под воздействием горячей воды тем более отвара сена попадает в межклеточную жидкость и также потом проникает в кровь и вот начинает расщеплять те жиры которые у нас скажем так неорганические вот поэтому на благоприятно примерно в ванны влияют на целлулит на ожирение и так далее включительно что под воздействием горячей воды и горчицы как я уже сказала открываются поры проникает и отвар сена в сене я уже причисляла там и паре и и подмаринник и овес и что там другой одуванчик тысячелестник то есть травы которые растут на лугу они проникают в поры и наше тело оно разумнее чем мы сами наше тело всегда берет столько сколько ему нужно она никогда не возьмет больше потому что у тела нашего нету жадности жадность нашего мозгах хочется сюда больше больше быстрее а тело наше она берет вот именно столько сколько ему надо ты можешь поделиться впечатлениями да обязательно после ванны с горчицей обязательно нужно 10 минут крайне необходимо 10 минут полежать крайне необходимо из ванны выходить осторожно тело разогрето восстанавливается вегетативная периферическая нервная система то есть симпатикус и парасимпатикус они восстанавливаются как весы и выравниваются поэтому у вас возможно будет сейчас алексей расскажет немножко такое состояние как вот как будто бы пахали целый день и вообще нету сил поэтому нужно подготовить уже заранее постель ну или диван куда вы ляжете и полежать как после сауны не ложится плашмя то есть вертикально нужно обязательно в полусидячном положении оставить тело в покое минут 10-15 да на днях я пробовал как раз ванную с горчицей вот я не помню мы все не добавляли так далее нет нет добавлять да но вот конкретно про действие горчицы да действительно по ощущениям тело как будто бы раскрывается вот и начинаются такие обменные процессы вот между водой и телом вот по ощущениям да я бы сказал что здесь очень важно чтобы вода не была слишком горячей температура воды должна всегда придерживаться 39 градусов ну это опять же по ощущениям и для первого скажем так приема и для первой пробы да очень важно ориентироваться на себя то есть если вам вдруг стало плохо или кружится голова то постарайтесь ну не продолжать сеанс там больше десяти минут а то может быть кому-то и 5 хватит вполне да здесь очень важно опять же мера мера собственная вот и важно но в процессе принятия в ванной чувствовать себя наблюдать за тем что с вами происходит здесь нет каких-то четких рекомендаций как температура воды или продолжительность и есть 39 градусов хорошо хорошо и норме это у кого есть термометр у кого есть термометр но вообще мы берем алексею примерно когда он принимал ванну он подстраивается под свое тело да то есть я подстраиваюсь под свое тело я люблю более горячую воду он наверное я не знаю не похвал поэтому ну и из ощущений да я могу сравнить как обычная ванная с водой просто и ванная с горчицей здесь идет одновременно влияние температуры воды ну просто как разогрев повышение температуры тела но горчица она как будто бы стимулирует вообще все процессы внутри я не знаю как это происходит да ну если механически это как через пор она там действует на какие-то рецепторы оказывали я не знаю скорее всего идет стимуляция нервной системы да и по ощущениям до начинается сердце биться быстрее учащается дыхание поэтому здесь ну это уже так же как и действие горчичников до такого жжения в ванной нет уже не жжение нет но именно то есть стимуляция всех процессов в организме она каким-то чудесным образом происходит вот но что после ванной да ну это как мария уже пояснила это некая такая сбалансированность то есть идет как бы запуск организма и выравнивание вот и и это состояние но достаточно непривычное поэтому действительно после ванной да не не планировать так каких-то прогулок никаких то встреч не какие разговоры по телефону и разговоры да должны лучше всего остаться после ванной наедине с собой это будет моя личная рекомендация вот то что как я через это проходил очень важно еще для начинающих да надо с нарастанием начинают примерно первая ванна как алексей уже сказал пять минут по вашему самочувствию но в принципе не более чем 20 минут находиться в этой ванне во вторых не ложится сразу не погружаться ванну остаться пять минут до сердечной зоны то есть вы сначала погружаете тело до сердечной зоны после чего после 5 минут проходит примерно вы можете погрузиться уже это если у вас нету сердечных заболеваний это важно я говорю для тех людей которые не страдают сердечными заболеваниями хотя горчичные ванны они помогают многим людям которые страдают вот именно сердечно-сосудистой дистонии называется если кто-то слышал такой диагноз продолжительность 20 минут я сказала 39 градусов температура во время ванны если вы чувствуете первые симптоматика простуды я вам советую предварительно заварить кружку любимого травяного чая с добавлением не знаю что вы там добавляете по вкусу умел сахар это не важно и взять с собой чай и ванну так вы будете находиться в ванной и пить свой любимый чай глотками не быстро а глоточками тогда у вас пойдет взаимосвязь с внутренним и с внешним миром на более лучшим как сказать обмен пара нет более интенсивно скажу более полную так как горчица ничто нечто про горчицу много можно чего рассказывать она прилагается и в магии и в окуривание и бог знает где хотелось бы подчеркнуть люди употребляющие спиртные напитки постоянно очень нежелательно принимать эти ванны потому что если у вас есть такая потребность к алкоголю то здесь я не советую заниматься потому что кровеносные сосуды у людей которые постоянно принимает алкоголь кровеносные сосуды уже нарушены и под влиянием горчичной ванны у вас просто могут быть кровоизливые такие корсетка вот когда появляется на ногах они просто не выдержат я не то что противоалкоголем просто его не пью и не советую никому а так в принципе нужно обязательно относиться к этому серьезно для детей тоже используются горчичные ванны а также если у вас нету ванны вы можете сделать это в виде ванночки для ног только лишь для того же рецепта который сейчас я вам скажу закрываются погружаются ноги в таз и закрываются тело закрывается от одеяла чтобы просто не выходило тепло быстро на целую ванну в этом случае берется здесь упаковки 200 грамм пол упаковки 100 грамм берется сухой корчицы заливается в этом случае залила отваром и сена вообще заливаю ох запах уже пошел вообще заливается кипятком закрывается тарелочкой и настаивается в течение двадцати минут потом когда вы уже набрали почти полную ванну или больше чем середины ванны заполнили водой тогда только выливается горчица потому что эфирные масла если вы выльете это в начале а потом будете наливать воду они быстро очень улетучиваются нужно сохранить и свойства горчицы и эфирные масла в большем количестве чтобы они нам помогли поэтому я сейчас открыла прям и уже пошла очень резкий запах очень приятный и и женщины которые принимают эту ванну я рекомендую если у вас темные волосы и отвар сена и горчица благоприятно влияют на волосяной покров потому что горчица она как алексей уже сказала что она влияет на скажи пожалуйста на рецепторы да и хорошо втирать настой этот или ванник просто погружать волосы и делать массаж головы это для тех женщин у которых выпадают волосы хотя нужно искать причину почему не выпадает но сейчас с перехода с зимнего на весенний сезон и смена идет смена покрова вот даже животные меняют шкуры свои до меха перед зимой и весенний период поэтому было бы желательно делать массаж головы в этом отваре после чего вам нужно после таких ванн на кончики волос примерно наносите оливковое масло по чуть-чуть потому что горчица она как бы не было полезно все-таки она немного действует на окрашенные волосы и сушит кончики волос поэтому просто рекомендации ну а так в принципе все лечитесь наслаждайтесь и будьте аккуратны будьте здоровы и будьте здоровы конечно всех вам благ до новых встреч пока пока пока